Приветствую вас, ножеманы, ножелюбы и любители всего острого и стального. Сейчас это уже топ, топ моих ножей 2019 года. Я уже снимал видео, был не топ. Там я просто показал все ножи, которые появились у меня в 2019 году, без каких-либо мест. А сейчас это будет именно топ ножей, которыми я пользовался в 2019 году. Это могут быть и новые ножи, появившиеся в этом 2019 году, так и старые ножи. Я решил исключить из этого топа кухню, потому что иначе в этом топе могла бы оказаться только кухня. Потому что чаще всего мы все, и я в том числе, пользуемся именно кухонными ножами. Поэтому я решил исключить, и именно поэтому в этот топ не войдет. Вот этот замечательный нож Трамантино Сенчери Лайн Сан Току. Сейчас мой любимый шинковочный нож на кухне. По этой же причине не войдут вот эти вот ножи. Это АИР Робинзон 2 от АИРа и Апинель 10 с нержавейкой. Потому что этими ножами я очень часто пользуюсь именно на кухне. Поэтому они не войдут в этот топ. В этом году я, так вот, вспоминав, насчитал 11 ножей, которыми я пользовался хотя бы немножко. И начинает данный топ. И 11 место это Бенчмейт 535 Багаут. Естественно, его китайская версия. Он на последнем месте не потому, что он хуже остальных или меньше мне нравится. Он мне очень сильно нравится, но он на последнем месте, потому что он пришел ко мне в самом конце декабря. И попользовался им всего немного. Всего несколько дней. Именно в 2019 году. Сейчас он до сих пор у меня висит на домашних шортах. Сверхлегкий нож. 53 грамма. Но, уверен, в 2020 году он еще проявит себя. Также планирую его носить и в городе, и в Кокидиси. И в основном, конечно же, летом он появит себя на каких-то легких брюках, легких шортах. Но пока что 11 место Бенчмейт 535 Багаут. На 10 месте Рейк 865. Этот нож у меня появился не в 2019 году. Раньше, не помню, когда носил я его совсем немного. Он заскакивал пару раз на карман. Когда я одевал более классические джинсы или классические брюки. То есть он тоже легкий, компактный, глубокий клипса. То есть из кармана торчит только клипса. Не вызывает опасения. То есть это вообще можно подумать, что ручка какая-то... Короче, хороший, удобный джентльмен с полноразмерной режущей кромкой практически 90 миллиметров. На 10 месте Рейк. Девятое место Спайдерка Эндуро. Опять же, китайская версия. Появилась она у меня в начале 2019 года. Январь или февраль. Поносил я ее немного, но периодически как бы несколько раз брал. Еще после этого легкий, хороший нож, резучий спуски от обуха. Тройной спаевский клин. То есть так, так и так. Легкий, полноразмерный, но опять же, минус у всех спаев то, что почему-то режущая кромка начинается далеко не с начала клинка. То есть буквально сантиметр или около этого клинка потерян. Хотя здесь можно было сделать или чойл, который я не люблю, или заточить его нож сначала. Но нож достаточно, модель достаточно старая, классическая. Она мне нравится, но тем не менее, вот этот недостаток, что нож вроде бы большой, но режущей кромки не так много. Поэтому не выше, получается, 9 места поднялся этот нож. Дальше у меня идет нож с фиксированным клинком. Это Горфикс Ганза Файрберт ФХ805. Да, 805. Немножко мной доработанный. Доработал я вот это отверстие. То есть сточил накладки из G10. Привязал темлячок с бусиной. То есть помогает извлечению из ножен и из кармана, именно вот мизинцем. И доработал ножны. Нагрел и сделал этот подпальцевый упор. То есть очень удобно одной рукой доставать из ножен. Также можно одной рукой подцеплять за этот крючочек и вдевать. Прекрасный нож. Но носило его не так много. Буквально недавно брал на шашлыкинг. Делали шашлыки. Ну и брал я его как еще один нож. Постаргать там палочки, еще что-то поделать. Был бы практически идеален, если бы был толщиной не 4 мм в обухе, а 3. Он бы стал более резучим, чуть более легким. То есть не нужна ему такая толщина при такой геометрии. Нож прекрасный. Мне очень нравится. Ганзов Арберт FH805. Сталь 9, хром 18. На каком? На восьмом месте. 11, 10, 9, 8. Так, седьмое место. Нож тоже старый, не 19-го года. Это Cold Steel Pro Light Tanta. Также мной кастомизированный. Убран шпенек. Сделан Emerson Wave, либо крюк. Из холодной сварки. То есть, ну смотрится может быть не очень аккуратно, но свою функцию выполняет. То есть, при доставании из кармана, крючочек, крючком можно зацепиться за карман и открыть нож. Вполне хороший рабочий нож. Один, несмотря на то, что он такой, вроде как, неказистый, один из моих любимых ножей. Такой он и для головы, и для сердца. То есть, и для души тоже. Седьмое место. Так, идем дальше. Шестое место. Это снова Ганза Firebird F759M. Это нож по мотивам спайдерка Делики. Но немножко переработанный. Сделан здесь чойл. Ну, отверстие не круглое. Ну, сами видите, сами знаете. То есть, этот нож у меня был на домашних шортах. Его вытеснил пока что вот этот нож. Этот нож у меня уже второй. Был у меня такой с черной рукояткой. Я его подарил другу. Заказал с оранжевой. Но он больше красный, чем оранжевый. И этот нож очень приглянулся моей дочке. Сейчас жду, пока появится такой нож в розовом цвете. Он есть, но очень редко бывает у продавца. Даже на официальном сайте Ганза. В официальном магазине Ганза. Вот как только появится этот нож в розовом цвете, я его закажу для дочки. Она периодически с ним играет. Так. Открывает пятерку лидеров. Нож снова с фиксированным клинком. Это Мора 711. 711. Просто с куском паракорда. То есть, подвешивал на ремень. Вот этим куском паракорда. Появился у меня в 2019 году. И в 2019 году я к своей радости и удовольствию стал чаще выбираться на природу. В 2020, надеюсь, еще чаще это будет. И все мои выходы на природу, будь то это какие-то просто прогулки, ночевка, шашлыки с семьей, с друзьями. Всегда этот нож был со мной. И работа по дереву всегда была именно этим ножом. Замечательная ухвастистая рукоятка. Из элострона или чего-то такого, как резина. Очень цепкая и в мокрой руке, и в жирной, и в сухой. То есть, очень цепкий нож. Тоненький обух. Скандинавские спуски в ноль. Углеродка. То есть, прекрасно. То есть, пользовался им, именно как ножом по дереву на природе. Сейчас жду для леса, для природы другой нож. Но об этом в следующем. То есть, он у меня покрыт, клинок, как видите, баллистолом, чтобы не ржавел. Ну и, как видите, до сих пор не ржавел. Потому что по продуктам я практически не работал. Только по дереву. Мора 711. Прекрасный, недорогой нож для леса, для дерева. На четвертом месте. Снова Ганза. В 19-м году у меня было много Ганза. Это FH71 из D2. Это тот нечастый случай, когда нож я, как говорится, увидел, влюбился в него и сразу купил. На этот же день или в следующий, точно не помню. Но точно помню, что это была любовь с первого взгляда. Очень красивый нож, красивые обводы. Ну, красота это дело вкуса. То есть, мне он понравился с первого взгляда. На СД2 с подшипниками. Прекрасная механика. Флипует просто пушечно. У него был туговатый детент. Сейчас он немножко приработался. То есть, флипует просто великолепно. Красивый до безумия. То есть, выверенный. Очень классно. То есть, все линии продолжают друг друга. То есть, ручка переходит в клинок. Клинок снова в ручку. Здесь эта выемка переходит в плавник. В открытом положении. Вот пальцевая выемка переходит во флиппер. Здесь тоже клинок переходит в рукоятку. Вот эти вот выборки. Спейсер. Короче, не устаю петь ему дифирамбы. Офигенный нож. И в девятнадцатом году. Конец девятнадцатого года я проходил именно с ним. Но только четвертое место. Пока что. Открывает тройку лидеров. Очень-очень харизматичный нож. Тоже один из моих самых любимых ножей. Именно, так скажем, для души, для сердца. Спайдер Каполис. В его цельнометаллической версии. И полностью рейтерный клинок. Естественно, китайская копия. Но великолепная копия. То есть, я за ним гонялся. Некоторое время. Несколько месяцев. Он то появлялся. Потом на долгое время пропадал. С Алиэкспресс продажи. И, наконец-то, я его купил. И там, на следующий день, буквально, он снова пропал. И сейчас его нет в продаже опять. Я очень рад, что я его получил. Просто, так скажем, уберем всю его, как бы, легендарность. В десятках фильмах он засветился. Засветился. Просто очень красивый, очень классный нож. Клипса не родная. Титановая клипса глубокого ношения. Заказанная отдельно. Что с родной клипсой нож торчит, ну, чуть ли не на треть. Вот так вот. Сейчас нож прячется в карман более глубже. Торчит немножко. Ну, и это уже более интересно. Более удобнее вот так носить. Научился им, научился, видимо, не очень липовать. Вот так вот всяко-разно играть. И он у меня на прикроватной тумбочке лежит. Не в тумбочке, где-то в ящике. А именно на тумбочке я его каждый день беру. Играю им буквально, да, не знаю, перед сном или просто, когда беру его в руки. Ну, просто классно. На карман не часто беру. Но периодически он у меня был на кармане. Не только, когда пришел, но и после этого. Офигенный нож. Не для всех. То есть, кому-то не нравится серрейтор. Кому-то не нравится цельнометаллическая рукоятка. Что она скользкая, холодная. Кому-то не нравится, что это нож неразборный. Его нельзя разобрать, почистить, поднастроить и так далее. Это все, да, это все минусы. Но это вы знаете до покупки. То есть, вы знаете, что у ножа такие характеристики. Если они вам не подходят, вы просто его не берете. Я очень хотел этот нож. Я его заполучил. На третьем месте спайдерка Полис. Второе место открывает, открывает, занимает снова Ганза Firebird FH11. Он появился у меня в 2019 году. Но моделька уже не новая. То есть, я ее не сразу оценил, когда она появилась. Так скажем, я пришел к ней, но только в 2019 году. Классические формы. Такие, можно сказать, практически скандинавские. Высокие спуски. Небольшой фальшик. D2. На клинке. В осевом подшипнике. То есть, механика великолепная. Такая профилиброванная рукоятка с 3D фрезеровкой. Классный нож. То есть, по соотношению рабочих характеристик. Великолепный. Высокие спуски. Режет офигенно. У Ганза D2 неплохая. То есть, он обогнал вот этот нож. Только по соотношению именно своих рабочих характеристик. Этот мне нравится больше. Чисто внешне. Он харизматичный, красивый, оригинальный. Но здесь длина клинка чуть больше. Режущая кромка больше. Ну, спуски примерно такие же. Высокие. У него рабочие характеристики чуть лучше. Поэтому он занял второе место. Обогнав вот этот. Вот этого моего любимчика. Которого я выбрал сердцем. Этого я выбрал больше головой. Ну и на первом месте нож появившийся опять же в восемнадцатом году. Не в девятнадцатом. Но большую часть девятнадцатого года. Месяцев семь, наверное. Если не больше. Я ходил именно с этим ножом. Это Cold Steel Luzon Medium. То есть всю первую половину девятнадцатого года. Да даже не половину, а до июля или даже до августа я ходил именно с Luzon. Немного вытеснял его, на время вытеснял его Полис и Эндуро. Но все это время я ходил, большинство конечно времени я ходил именно с Luzon. Я считаю великолепный нож. За свою цену, то есть ну цена, не будем про цену, но три тысячи. Кто-то может сказать, что дорого, но в современной реальности, то что нож это оригинальный, фирменный от Cold Steel Luzon, хоть и сделанный в Китае, хоть и сделанный из стали 8-хром-13-мальдем-дванадий. Честно написано, что сделано в Китае, но под присмотром Cold Steel Luzon, естественно. Без минусов, естественно не обошлось, но по соотношению всех рабочих характеристик, он очень замечательный нож, плюс он мне нравится внешне, то есть это выбор и головы, и сердца, и души. Я его доработал, немножко лайнер подпилил, если вы заметили, то есть нет уже вот этого горба неудобного, непонятно для чего, которое мешает и пальцу указательному при хвате, хвате любом. И при закрытии палец неудобно упирается в этот лайнер. Сейчас лайнер чуть-чуть я оставил, чтобы он торчал, чтобы было удобно пальцу, было пальцу о что упираться, но сейчас при хвате он не мешает, то есть пальцы указателя можно удобно положить при любом хвате и вот таком, отверточном или фехтовальном, и при молоточном, строгательном, то есть ничего не мешает. И это я считаю замечательно. Несколько систем открывания, то есть можно и за шпенек его открыть, также можно открыть его как флипер за плавничок, то есть плюс, и как любит говорить Пономарев, двумя способами, вот так вот проведя пальцем и нажав на плавник, как на кнопку. Не знаю почему он так акцентирует на этом, но мне кажется любой флипер так может делать. И можно открыть его за карман, как с Emerson крюком, здесь не крюк, здесь просто выступ, но тем не менее приловчившись, можно вытаскивать нож из кармана, вот этим выступом зацепиться за край кармана и открыть нож. Очень нравится мне клин, я не особый любитель такой геометрии клиппоинт, боуи, либо по-русски щучка. Но на этом ноже он очень классно смотрится, очень классно смотрится и прям органично. То есть если бы я сначала не сразу хотел, решил купить Luzon, думал подожду, может быть будет другой клинок, может быть какой-нибудь там дроп, спирпоинт, может быть даже танта. Но потом присмотрелся и мне понравился именно тот клинок, который на нем стоит. Но естественно никаких других линков на нем не будет, потому что это такая как этническая серия. Филиппинский что ли нож на ручке текстура под бамбук, помогает удержанию, то есть ручка не широкая, можно сказать узкая. Но здесь за счет толщины хватает полностью для всего, для любого хвата. То есть также можно упереться пальцем большим вот в этот выступ для каких-то ковырятельных работ, но я ни разу таких работ для себя не нахожу. Прекрасный, красивый долл сделан, добавляет красоты. Есть фиксатор, который фиксирует нож в открытом положении и лайнер отогнуть нельзя. То есть нож дополнительную надежность приобретает. Клипса достаточно оригинальная, пластиковая, в меру тугая, такая как надо. То есть не потайная, то есть вот так вот примерно нож торчит из кармана. Но клипса пластиковая, темная, поэтому тоже не вызывает каких-то подозрений. То есть непонятно, не сразу можно понять, что это нож у вас торчит из кармана. Прекрасный нож, замечательный. По соотношению всех характеристик, да без всякого соотношения, я считаю, один из лучших моих ножей. И уверен, что и в 2020 году он периодически будет мной использоваться. Первое место Cold Steel Luzon Medium. Ну и гран-при или нож вне конкуренции, это как обычно Victorinox. То есть какой бы нож ни был у меня на кармане, складной в городе, либо горфикс, либо на природе, любой фикс, мачете, либо еще что-то, и в городе, и на природе, и всегда, какой бы нож со мной ни был, они могут быть меняться, всегда со мной Victorinox. Сейчас это Deluxe Tinker, вот с такими вот мини-блоскогубцами, пассатижами. Кто-то их называет силовым пиццетом, но я предпочитаю мини-пассатижи. В основном это Deluxe Tinker. Можно сказать, что вторым ножом, но я предпочитаю говорить, что он у меня именно первым ножом. То есть все остальные ножи могут меняться. Второй нож на кармане может меняться. Victorinox, вместе с небольшим DC-набором. Это фонарик, танк E007. И небольшой герметичный бокс с медикаментами. Там таблетки от обезболивающей, от желудка. На таком вот тренчике. С карабинчиком висит у меня в кармане, в небольшом. Это первый нож. Даже не нож, а мультиинструмент. Который всегда со мной, периодически нужен и пригождается. Многие скажут, зачем с тобой носить два ножа. Но это уже вопрос философский. И не надо спрашивать ножоманам, сколько ножей он носит. И почему он носит именно такие ножи. То есть все можно выполнить вот этим ножом. Второй нож больше для души. Итак, нож вне конкуренции. Grand Prix Victorinox. Он может быть любой. У меня сейчас Deluxe Thinker. Вышло долго. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Любите ножи. Покупайте ножи. Не превращайте нож в какой-то фетиш. Ножами все-таки нужно пользоваться. Ну и желаю вам в 2020 наступившем году острых ножей. И сбытие ваших ножевых желаний. Спасибо за внимание. И пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...